Плохо забытое старое. В эпоху цифрового снимка пленочная фотография не канула в лету. В мастерской современного искусства «Шестой этаж» начала свою работу новая фотовыставка под романтичным названием «Девы в серебре». Мне вообще очень нравится, я сразу скажу, название, которое предложили участники. Во-первых, потому что оно, на самом деле, если говорить конкретно, оно отражает технологию той съемки и печати, которая, собственно, здесь позиционируется как факт искусства и как основная. Во-вторых, она звучит очень так с оттенком чего-то такого дикадентского серебряного века, что очень как-то коррелирует с образом женщины вообще. Ну и в-третьих, в ней есть какая-то самоирония такая, что мне тоже очень приятно. Снимки разные, цветные, черно-белые, постановочные и спонтанные. Объединяют их героини, красивые девушки и техника исполнения. Все кадры сделаны при помощи аналоговой техники. Все эти работы сняты на пленку, либо на фотопластинке, которые фотограф изготавливал сам непосредственно перед съемкой. Уже напечатаны были по-разному. Какие-то работы были напечатаны оптическим методом, какие-то на принтерах, на цифровой печати, но в основе лежит пленочное изображение. Почему фотографы уже многие годы отдают предпочтение пленке? Во-первых, такие снимки более качественные по сравнению с цифровыми, которые нуждаются в дополнительной обработке. Цвета кадров, сделанных на пленочный аппарат, и без этого получаются более насыщенными и художественными. Кроме того, многие фотографы уверены, у таких снимков есть душа, есть история. Ведь из-за ограниченности числа кадров на пленке приходится дорожить каждым, подходить к композиции более внимательно и осмысленно, делать кадр еще до того, как нажимать кнопку. Потому что, в конце концов, когда вы сфотографируете, в руках у вас будет негатив, нечто материальное. А когда вы фотографируете на свой сотовый телефон или цифровую камеру, у вас какие-то единицы и ноли, которые разбегаются по интернету. Ну, наверное, больше лежит в области психологии. Хотя эстетическая составляющая, конечно же, у этих снимков тоже есть, вы это все прекрасно можете увидеть на нашей истории. Представлены в экспозиции снимки еще более редких и необычных техник исполнения. Работы Дмитрия Списивцева привлекают внимание и профессионалов фотодела, и простых посетителей. Они выполнены в техниках, рожденных на заре фотографий. Снимки тогда отпечатывались на стекле. Каждая такая работа единственная в своем роде. Копий нет. Печатается на пластину стеклянную, покрытую эмульсией. И затем это все покрывается либо творенным золотом, либо сусальным золотом или сусальным серебром, пластинками. И игломизе, я скажу, это покрывается стекло пластинками сусального золота, серебра, ну или потали, и подсушивается для того, чтобы образовать зеркало. Поэтому аратон, он матовый, игломизе блестит. Но каким бы ни было исполнение, оно не отвлекает посетителей от главного. Наоборот, подчеркивает образ девушек. Таинственных, непредсказуемых и совершенных в каждой детали. Наталья Гутарина, Андрей Семенулков, РТВ Иваново.